есть небольшое волнение я не знаю с чем это связано ну в душе бывает такое я очень много слов сказал это новая история с новыми номерами надо было выйти накидать там у нас фургоны хасбик тоже что-то про меня снимает пытается как-то где-то меня задеть но я сейчас покатаюсь на этом вертолете и скажу вам где эмоции лучше меня спрашивают почему я раньше не заезжал 75 меня ведь звали меня вызывали меня это она просто завелась итак друзья всем салам алейкум сегодня будет такой чуть-чуть нестандартный выпуск с банана потому что мы в первый раз будем вкладывать сюда деньги и деньги мы будем вкладывать большие огромные речь идет о миллионах просто лимон-лимон-лимон-лимон когда я говорил то что этот банан будущая легенда ноги мне говорили да оставь да че за легенда ты и скоро продашь туда-сюда я честно говоря вот эти разговоры не люблю если я сказал то значит так и будет если там не произойдет что-то такое серьезно серьезные проблемы в семье если не начнутся естественно у меня сейчас здесь сумки небольшая часть денег небольшая тоже чё здесь около полутора миллионов рублей и где-то еще столько же мы сегодня вложим в этот автомобиль начиная с дисков колес карбона керамические тормоза выхлоп все 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 будем устанавливать это все будет происходить максимально быстро мы то есть в начале ролика максимально быстро все установим все сделаем а потом я уже буду рассказывать о том что я сделал на этом автомобиле прямо сейчас я этот автомобиль загоняю и прямо сейчас мы купили карбона керамические тормоза выхлопную систему brabus и кованые диски которые зайдут на эту машину как себе домой диски колеса имеется ввиду посмотрите на ее оригинальные диски вам они нравятся вот так для сельской местности пойдет это стоковые колеса стоковые диски мы будем ставить облегченные красивые и очень дорогие они стоят около 500 тысяч рублей сейчас машина загоняется выхлопная система brabus примерно 1 и 2 миллиона она будет на заслонках с кнопкой мы будем нажимать кнопочку заслонки открываются это самый красивый и самый громкий выхлоп который я когда-либо в своей жизни слышал то есть у нас здесь в дагестане я сомневаюсь что даже на кавказе есть такая выхлопная система это очень огромная редкость то есть если я захочу я нажимаю и машина тихая если я захочу нажимая на кнопку эта машина превращается в смерть холодные запуски это просто будет нечто на уши будет вставать весь район и самое главное чуть не забыл мы купили вернее не купили у меня уже были на архиве номера три девятки вот они на данный момент они стоят примерно 350 тысяч рублей если их купить оформить на себя я покупал их намного дешевле год назад сегодняшнего дня запомните этот автомобиль только с номерами 999 evm 05 мы будем писать историю это новая история с новыми номерами на этом автомобиле здесь сейчас стоят силиконовые рамки такая удобная вещь можешь вот так вот застегивать номера по моему вид есть но помимо того что я назвал мы на этом автомобиле сегодня в этом ролике будем делать еще много чего поехали сразу загоним сделаем для вас это минута наверное или 30 секунд а для меня это три сутки плюс-минус друзья пока на банан ставят выходную систему brabus карбонокеримические тормоза четкие кованые диски конечно же с резиной мишлем пилот мы купили вот такой вот спойлер изначально он был карбоновый я покрасил в черный глянец это такой brabus спойлер он большой короче обычно идет такой как на приорах ровный маленький вы купили правосовский диффузор он точно также был карбоновым и мы его покрасили в черный глянец этот диффузор от до рестайлинга оказывается а у меня 218 кузов рестайлинг мы пока что поставим этот диффузор машина все равно будет четко смотреться а потом в москве уже поставим другой диффузор от рестайлинга чем они отличаются объясняю на рестайлинге есть вот здесь такой стоп сигнал стоп сигнал да он называется сигнал именно сигнал стоп сигнала такая вот линия короче которая светится красным цветом это очень красиво выглядит у меня даже в машине с завода есть кнопка которая включает вот эту вот этот стоп сигнал короче для меня неделя для вас 2 секунды приятного просмотра вот сейчас вы увидите машину итак друзья короче прошло четыре дня и машина полностью готова но за исключением пара мелочей давайте сразу о мелочах расскажу здесь на колесах должны быть колпачки их нужно отдельно заказывать то есть стандартные не подходят это первое второе здесь должны быть шильдики в 8 битурбо мы их сняли хотели обратно поставить но они уже были негодные поэтому нужно заказывать новые и самая большая мелочь самая большая мелочь это как только я забрал свою машину полностью готовую идеальную четкую красивую я еду в городе так чуть-чуть до решил показать карбонокерамические тормоза они слишком сильные и один пацан на приори ехал за мной хотел за мной угнаться круче гоняется гоняется я просто нажимаю на тормоз а это тормоз слишком чувствительный и он залетает мне в зад и сзади короче вот такой вот косяк вы его сейчас видите на экране это это мы чуть-чуть исправили короче диффузор под замену насадка под замену насадка кстати оригинальная brabus жалко у него была страховка я не стал по страховке эту машину запускать потому что я не хочу чтобы у нее была грязная автотека машина без выплат чисто диффузор поменять чувствует поменяю я диффузор поменяю я насадку и будет все идеально а теперь перейдем к доработкам и к ценам первую очередь хотелось бы рассказать о кованых дисках они весят 18 килограммов и комплект этих дисков стоит триста пятьдесят тысяч рублей они очень легкие они очень красивые сейчас возможно всю красоту этих дисков вы не увидите потому что они выглядят симпатично только тогда когда они чистые то есть обычные марсерские колеса и грязные и чистые они более-менее нормальные а именно эти грязные выглядят некрасиво и еще здесь не хватает колпачков колпачки дают огромный вид хотя на первый взгляд кажется чё там такого типа колпачок что он даст дальше переходим к карбонокерамическим тормозам они стоят полтора миллиона рублей что такое карбонокерамика объясняю объясню простым человеческим языком чтобы тот кто не разбирается тоже понял это короче слишком офигенные бомбовые самые мощные тормоза в мире это карбонокерамика которая тормозит просто как будто бы сквозь себя пропускает воздух я нажимаю она тормозит и прикол в том что ты можешь лететь 300 по трассе нажимать на тормоз сколько ты нажимаешь столько она и тормозит тем более на резине мишлен пилот спорт резина которая намертво цепляется к асфальту у нас здесь теперь есть выхлоп этот выхлоп новый стоит 1 2 миллиона рублей вначале немножко скажем так слукавил я взял бы уж на выхлопную систему но скажем так новая она стоит 1 и 2 я купил ее чуть дешевле получается у меня будет кнопка я ее нажимаю заслонки закрываются выхлоп тихий нажимаю на кнопку заслонка открывается и выхлоп супер громкий камера конечно никогда в жизни не передаст выхлоп если вот так вот сесть вот например выхлоп вот я будет больно короче ушам реально больно ты почувствуешь настоящую боль ну давай к задней части перейдем задняя часть мы же особо не показали мы поставили спойлер он был изначально карбоновый я его решил покрасить в черный гляне потому что я не хочу чтобы у меня единственный спойлер был карбоновый остальное все обычное если делать карбон то уже нужно полностью салон полностью внешку я же правильно говорю гаджи я случайно взял от до рестайлинга диффузор а у меня-то машина рестайлинг 218-ом кузове а на рестайлингах в диффузоре идет стоп свет это гаджи сказал если что не я короче стоп свет у меня машине есть кнопка которую я нажимаю и здесь горит это короче выглядит безумно красиво поэтому мы будем брать новый диффузор уже от рестайлинга брабусовский оригинальный прикол в том что у нас стоит брабусовский выхлоп и вот эти насадки полностью соединяются с этим выхлопом и там нету никакого никакой щели в стоке же бывает например у меня на ешке помните бывает щель к бамперу чисто насадки крепятся короче они щель оставляют между бампером и выхлопом это выглядит вообще некрасиво а тут все так как должно быть короче заведи и ты же знаешь вот так тык 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 на оборотах от 4 до 5 сейчас будет громко гаджи микрофон выдержит я уши закрою это она просто завелась на спорт кинь спорт поставь на спорт стой не трогай ничего нет пока не трогай смотрите друзья машина просто заведена ты слышишь гаджи просто монстр монстр заведенная машина вот так вот рычит давай газуй скажи как правильно объяснить вот когда она стоит она когда нажимаешь это один звук а когда она уезжает она намного громче все я уже объяснил что ну да я тебе объяснял как мне объяснить но я уже объяснил короче когда она стоит и нажимаешь это намного тише чем когда машина с места уезжает на спорт плюсе на лаунче это вообще нереально громко короче автомобиль мой можно сказать практически полностью готов и прямо сейчас мы едем ставится с м5 f90 много было разговоров на этом фоне много шума я скажем так поднял когда снял stories и сказал типа дагестан жди f90 жди меня любители бмв в этот момент просто возненавидели но давайте будем смотреть правде в глаза дагестане нету f90 который с ней встанет в россии есть базару нет если то что я сделал с этим автомобилем сделать с f90 то f90 может уехать но это будет стоить очень дорого давайте переместимся ближе к гонке ф90 стейдж 2 одна из самых заряженных дагестане и сейчас будет гонка есть если я не уеду братан ты понимаешь я же получается за свои слова не ответил это не вариант из вариантов не уехать волнение жесткое клянусь жесткое волнение я знаю что уеду но с машины если что-то там случится если она как-то не поедет я буду просить реванш я реально переживаю переместимся ближе к гонке сейчас я еду ставится с m5 f90 стейдж 2 честно говоря есть небольшое волнение я не знаю с чем это связано ну в душе бывает такое я очень много слов сказал нереально много слов сказал и пришло время отвечать за свои слова за свои поступки много фанатов эмок писали типа почему ты не ставишься почему это почему-то я хотел разогреть аудиторию я хотел поднять вокруг этого шум это первая причина вторая причина чтобы эта машина на гонках светилась с этими номерами 3 девятки а то потом на старых номерах я бы заехал потом на новых еду и показываю видео вот я заехал и люди сказали бы а может другой банан нет 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 тупое сравнение просто я хотел чтобы на вот этих номерах все ее знали и чтоб на вот этих номерах она делала свое дело за меня болеешь скажем тогда друг есть друга а м как думаешь друг как радость брат брат какой думаешь какой исход исход за счет все же инновации технологии берут вверх бмв это новая машина новая технология думаешь она уехала думаю да хотя бы начале начале она должна уехать потом за 200 не знаю за 150 так начале она я думаю что она уедет f90 ты что хочешь сказать что я вас духан оооо как я переживаю ухамад я переживаю я честно не меньше переживаю на самом деле просто столько разговоров я знаю что моя машина уедет я в не уверен на сто процентов за об этом говорят замеры цифры все вместе ты такой не каждый просто не знаешь что за момент а вдруг не поедет имеется ввиду вдруг что-то случится плате когда у машины периоды когда она не едет когда там что-то сильно нагрето неправильно тронулся там по-любому все будут снимать и если даже случайная поздно старта но и f90 уедет будут говорить то что вот уехала туда-сюда там же все будут снимать из-за этого у меня какое-то волнение переживание я не знаю как это сказать но в общем гонка покажет трасса покажет нет смотри там знаешь какой момент без вариантов чтобы мы не уехали потому что братан ну ты же понимаешь если f90 уедет то я получается не ответил за свои слова но по факту по факту я знаю то что она уедет если с машина что то не сделать Meinung infection цифра давай 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 Суперзни Суперзни Давай, 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 давай Сколько там Давай, давай, давай Сколько там Тихо, тихо машину Все Провозим Ошали Ошали Ошалеть, ну это нормально. Здесь было три бумаги было, и я когда торможу, я чувствую, как-то... Крин был, жесткий крин был. И машина спереди была. Да, я машину спереди вижу, и я вижу то, что М-ка не сильно отстает. Да, и давать надо на газ. Ошалеть, ошалеть! Ошалеть, это реально было жестко. Это было жестко. Она, давай, марканись, тормозим. 60 на Т-сигнал. Дай! Дай, дай, дай! Дай, 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 дай! Дай, дай! Рядом! Просто рядом! Дай, дай, дай! И ты, Гейн, и ты! И ты! Блин, просто козлял козню, МК отстает, МК отстает, все, 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 это по тормозам, по тормозам, по тормозам, это было жестко, ошалеть просто, это так страшно, да, да, я тебе говорю, я не думал, что так страшно будет, клянусь, не думал, я честно, я это все всегда представлял по-другому, я не думал, что такой страх бывает при гонках, ладно, волнение одно, это волнение, что я проиграю, ушло, именно я вижу то, что он, и вижу то, что моя машина влево, вправо, это когда ты ездишь, 280, 290, 300, я на спидометр даже не смотрел, я уже когда оттормаживался, вижу то, что 280 идет, и я, у меня сердце, клянусь, ой, блин, ой, блин, ой, блин, ну это адреналин скажи, теперь, теперь, где те люди, которые говорили, что я не встану с F90, стейдж 2, может, этот, с ланча дадим, заводского я дам, готов? На три твоих! Ай, я не тронул! Давай, давай, давай! Догоняй, 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 догоняй! Хорошо, хорошо, пошёл, пошёл, пошёл! Сейчас нормально ты его оставил! Не, не, он держится! Он держится, он... Один! Он держится, как... Всё, всё, Ахмед уходит! Ахмед уходит, скорость? Всё, 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 всё... Отлично! Отлично! Короче, чем дальше, тем по нам уходит! Гаджи, расскажи о своих ощущениях! Чё сказать, брат, не ожидал, честно говоря, не ожидал! Вообще близко даже не ожидал! Машина не поехала моя так, как должна быть, это сказали все! Да! И по замерам, и по всем моментам, она вообще впрух и прах должна была уехать! От F90 она уехала только чуть-чуть! Ну, знаешь чё, я нейтрально, я 50 на 50, из-за банан часто со мной... А теперь, а теперь скажи, реально страшно было? Ваааа, это не передать, брат, это очень страшно! Нет, ты хотя бы пассажир, ты хотя бы пассажир, брат, а ты представь, я за рулём, двумя руками руль держу, мне так страшно было! Идём, я одну ситуацию расскажу, идём, идём, там знаешь какой момент был? Мы летим за 300! Спереди четвёрка какая-то, да, 40 километров в час ездит! Да! По тормозам машина начинает вилять! Да! Вот так, влево-вправо виляет машина! Я в один момент думаю, Ахмед, удержи её! Не-не-не, это на самом деле со стороны выглядело страшнее, чем было! Ты ведь, ну я увереннее был, чем ты! Я чувствовал то, что она остановится, я чувствовал то, что я могу уйти! А я был не уверен, я был не уверен! А вот скажи, трасса вот такая, вот такая! Это, когда 100 едешь, 150 едешь, не чувствуешь! На 300 чувствуешь, как машина вот так подпрыгивает! Ещё, блин, когда под жопой F90, она реально вот задняя фара, она там херачит! Ты думаешь, why, блин? Некуда пойти, да? Некуда пойти, да? Ни влево, ни вправо, ни в обочине, да? Надо было выйти, накидать там у нас фургоны здесь, да и дальше эту гонку продолжим! БМВ, честно говоря, тоже очень чётко был, но Ахмед всё равно выиграл! Я тебя поздравляю! От души! Брат, но ты понимаешь, машина уехала не так, как должна была! Она была... Она должна была просто... Просто вообще без вариантов выстегнуть! Мне обидно, я в эту машину вложил просто... Всё, всё, что у меня есть, я вложил в эту машину, и она не показала тот результат, который должна была показать! Она должна была поехать намного быстрее! Мы это будем проверять, замерять, заново всё делать! Мы просто работаем кажд... просто сутками работаем! Я три часа в сутки в последнее время сплю! Короче, делаем контент! Делаем контент! Работаем! Эти дни продуктивные у тебя, я знаю! Не эти дни, брат, у меня все дни продуктивные! Ну эти прям... Прям... Всё, я уже до конца в тапок! В пол! Перегибаешь сюда! Ахмед, ты молодец! Спасибо! И я ещё какое хочу замечание сделать! Ну, примечание, так скажем! Я ехал как в BMW, и я вот видел водитель BMW, он вообще спокойно вот так ехал, у него никакой суеты не было! А когда на тебя смотрел, вот так, у тебя суета была! Вот видно было, что... Во-первых, это моя первая гонка! Такая, нереальная, настоящая! Имеется в виду, это не шашки по городу, это когда ты реально едешь 300, реально едешь на аппарате! И это во-первых! Во-вторых, братан, ты сравниваешь F90 20 или какого там года, и мою машину, которая 15 года! Ты понимаешь то, что на F90 не так страшно! Вообще не страшно! Она намного комфортнее, намного управляемее! Это всё-таки новые автомобили, это стоит признавать! Я, например, люблю Mercedes, но я признаю! Сравни её с F10, если с F10 была бы такая гонка! F10, во-первых, в России я сомневаюсь то, что есть F10, которая с ней встанет! Потому что F10 это задний привод! 200-300, брат, она от F90 просто как отстоячая уезжала! Ну ладно, переборщил за глаз, но реально уезжала! Расул, скажи, как тебе вообще гонка? Гонка как детские фильмы! Бывают детские! Почему? Так вижу я, по детски всё важно! Почему? Не знаю! А как по-взрослому бывает? По-взрослому как? По-взрослому бывает, который на песке этот, бывает же четырёхгольные колёса едет ещё! Чё ты сказал? Как это название забыл? Четырёхгольные колёса? Да, это как, да, мотоцик ещё на них похожи! Вот это интересно было бы мне! Короче, ты считаешь то, что наша гонка сегодняшняя была детской? Да, детский! Ну, если Расул сказал, значит это так! Значит это так! Это так! Ну, мы дети Расул! Мы ещё молодые, мы ещё не дожили до твоих возрастов! Ну, иди с детьми у вас и со мной! Что ты говорил детская гонка? Разве детская гонка была? Ну, для меня детская гонка... Такой взрослый что ли? Да! Какой ты взрослый? Как можно сказать, у тебя борода выглядит? Моя борода? Почему мы о гонке говорим? Как верблюд! Как верблюд! А ещё как что? Да! А так для меня это детская гонка... А так мы слышали, да? Ты на что это хотела сказать? Как чё я тебе с детским... Для меня детская это... А чё, ты взрослый что ли? Да, я взрослый, для меня детская гонка выглядит эта картинка! Это не картинка была, это видео было! Ну, видео как картинка... Ну, ты же понял меня! Что-то... Не, я не понял! Я... Мой смех вырежи, мага, пожалуйста! Банан, короче, стоит в аккурате, пыльненький! Но я сейчас покатаюсь на этом вертолёте и скажу вам, где эмоции лучше! На банане или на вертолёте? Честно говоря, очень боюсь, там самодельный двигатель от Subaru! А, подожди, здесь нету что ли крыши? Нет, это же нет! А, шалит! Подожди, ты карманы освобожу! Ты карманы всё вытащи, потому что всё улетит у тебя! Держи ключи! Если, брат, завещание заранее оставь, если ты там... Подожди, это от чего ключ? От банана! Подожди, дай сюда, это не от банана ключ! Я от Гелика ключ забрал, прикинь! Эй, честно, мне страшно, я вообще... А, надо чуть-чуть, просто полетим вниз! Полетели! И после этого Ахмеда никто не видел! Ахмед, смотрел фильм? Голова лезет! Смотри, вот так наклонись и ниже иди, наклонись! Иди, иди, иди вот так, вот, иди, иди, чтобы меня поднимать! Ну что, ну что, ну... Ага, твои ощущения! Ахмед, ты чё? С тобой что? Я его шторми просто, ещё занял. Ноги трясутся. Шторми... Уаааай, блин! Чё там скажешь? Какие эмоции? О-ш-а-л-е-ть! Что было? Это самый ошалительный ошалитель в моей жизни, честно сказать. Ошалительный. Это так страшно! Знаешь, в чём страх? Вот ты увидишь, а ты... когда особенно мотор такие звуки делает думаешь вот-вот стуканет он зря туда идет, он зря туда идет, смотри там лишние движения делать нельзя, одно лишнее движение и ты можешь улететь ты его не удержишь просто, я видел что он держался, в моменте я чувствую что я туда могу упасть, у меня чисто мешочек держит короче мой вердикт, на банане эмоций больше, ощущений больше, все лучше, но здесь намного страшнее и оттого что это страшно тут наверное все таки больше адреналина я не понял что я сказал, но окей, как думаешь после нее тебе будет страшно? это разные вещи, это разные, это знаешь как что это как да это вообще разные короче вещи так друзья это экстренное включение из москвы, я забыл то что нужно еще концовку снять ролика честно говоря столько ненужных и лишних разговоров идет вокруг этой гонки с м5 в 90, там люди там в прямых эфирах про меня говорят какой я плохой а на деле по факту ничего не могут доказать, ничего не могут показать, как я уже говорил у меня есть факты, а у вас только слова хазбик тоже что-то про меня снимает, пытается как-то где-то меня задеть просто смиритесь да с тем что машина не уехала просто смиритесь то что м5 не потянуло то что ваша м5 встряла просто в этой гонке и то банан не поехал так как должен был поехать для себя вы это уже прекрасно знаете вам уже вот так вот зашло это а теперь не нужно вот то что зашло вот так выливать вот эту вашу грязь, оставьте ее при себе пожалуйста у меня спрашивают почему я раньше не заезжал с м5, меня ведь звали, меня вызывали, меня там каждый день приезжали, звонили я объяснял тысячи раз этим людям я хочу машину дособрать, а потом делать гонки я хочу вокруг этого всего собрать шум и потом делать гонки я хочу снять контент в конце концов дособрать банан поставить номера, а потом делать гонки понимаете я человек который снимает контент просто так мне эти гонки не интересны мне интересно снять давайте будем на чистую воду выходить реально я же снимаю контент я хочу заинтересовать зрителя я хочу поднять шум нет надо было каждый день приезжать и звонить говорить давай поставимся, давай поставимся ну когда один раз говорят то что брат я не хочу пока что ставится давай потом давай потом поставимся Зачем каждый день приезжать И звонить просто Зачем спрашивается Меня там не было Это подстава и так далее Просто что за бред Я честно вот сразу скажу Никакого конфликта, никакого хайпа не хочу Мне это вообще сто лет не нужно Мне не надо отвечать Ответки всякие записывать Мне это вообще не интересно Мне не надо Хасбик к тебе тоже обращать Не нужно про меня сторисы снимать Ты же со мной там снимаешься в роликах А потом идешь домой и снимаешь про меня сторисы Это же некрасиво Объясните этому маленькому Доброму человеку, хорошему человеку То что нельзя так делать Возможно он не знает Возможно он не понимает, не осознает То что так нельзя поступать Я на x6 с ним снимал обзор Буквально на следующий день Он начал записывать про меня сторисы Просто так Ну он за BMW видимо болеет И просто называть меня конченым Балаболом там туда-сюда А ему же ничего не скажешь Не ответишь Какой с него будет спрос Просто если вокруг него есть умные старшие Объясните ему то, что это неправильно Реально накипело Если что, извиняюсь И люди, к которым я обращался Можете мне не отвечать Сразу говорю Мне шум, гам, хайп не нужен Я не люблю вот эти вот грязные делишки На этом фоне создавать какой-то контент Я люблю снимать тачки Это моя любовь Я люблю снимать автомобили Просто оставьте меня в покое Про меня ничего не пишите Не говорите Не будем об этом говорить Всем огромнейшее спасибо, друзья За просмотр Я искренне надеюсь Что вам понравилось Сегодняшнее видео Поставьте лайк Напишите комментарий Если вы не подписаны Подпишитесь обязательно на канал И я буду ждать С вами попрощаться Всем салам алейкум Субтитры сделал DimaTorzok